Эрван Камалов много лет работает в Ужском государственном университете. На сегодняшнее мероприятие он приехал вместе со студентами вуза и презентовал различные экопродукты, в их числе сумка-шопер, метла, созданная по материалу пластик. Наша задача заключается в очистке Кыргызстана от мусора. К примеру, наши метлы сделаны из пластика. Данный материал мы используем вторично, и здесь проглядывается идея – возможность использования мусора для создания полезных вещей. Участники данного проекта, организованного в рамках поддержки молодых предпринимателей, были избраны по итогам тура, состоящего из трёх этапов. Команды выступали перед членами жюри и демонстрировали свои идеи по созданию экологичных продуктов. Сегодня у нас в качестве судейства представляется бизнес-сектор, а также международные организации. Будут по трём направлениям. Это Дяжь-Табыш-Кер проект, должны 15 стартапов по сельскому хозяйству, по 3000 евро получить финансирование. Судьи должны определить, кто это – чисто сельское хозяйство. Школьники должны выиграть по стартапам тоже. И самое главное – студенческие команды, одна команда должна выиграть по социальному предпринимательству. Следом выигравшая студенческая команда получит право защищать честь Кыргызстана на мировом кубке «Энактус», который пройдёт в этом году в Пуэрто-Рико. Они также смогут принимать участие в создании перспективных проектов, направленных на развитие. Отметим, что со стороны государства сейчас реализуются планы по поддержке молодёжи. Сегодня наше ведомство проводит работы по поддержке молодёжи и открытие для них кучу возможностей. А как мы знаем, молодое поколение – это наш фундамент будущего. Они наши граждане, которые способны поднять экономику страны на уровень выше. Поддержку мы осуществляем при отношениях с «Энактус». Основными целями изобретения являются сохранение экологии, создание рабочих мест, повышение сельскохозяйственного производства, обеспечение занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья. Первый проект – «Эко-топливо». Экологическое топливо, смок, жананда, баутбай. Ошелордын барын, карши экологиян сақташын эко-топлива придумали. Анныңгейн, «Эко-удобрение» деген проекты есть бар. Абдан хызықту, особенно мал чарбачыларға, жананда, жер жемешеткөз, өстюргендарға абдан геректу болот. Абдан хызықтарға абдан хызықтарға, жананда, жананда, баутбай. Абдан хызықтарға абдан хызықтарға, жананда, баутбай. И как показывают программы и проекты, в стране есть перспективная активная молодежь, которая хочет внести свой вклад в развитие страны.